У Казанского университета продолжает свою работу свой международный попечительский совет школы бизнеса КФУ, последнее заседание которого состоялось 27 ноября. Официально открыв мероприятие, ректор КФУ Чадгафуров представил попечителям, что же представляет Казанский федеральный сегодня. В целом университете хочу сказать, что университет очень большой, сегодня у меня обработает более 11 тысяч человек, обучается 45 тысяч сотрудников. У нас есть и собственное производство, но только университет заработает еще 44. Малокомерационных, которые вряд ли. Повестка дня заседания включила в себя результаты деятельности высшей школы бизнеса КФУ, развитие бизнес-программ, международный опыт данного подразделения, активизацию деятельности выпускников школы, а также ближайшие мероприятия. Далее попечители обсудили ряд вопросов, касающихся программ, включающих в себя и тренд глобального масштаба, известный миру как цифровая экономика. Цифровая экономика подразумевает как минимум 4 составляющих. Это не просто отцифровка всего того, что мы делаем, это ответ на те вызовы, которые дает наш бизнес. Поэтому я хотел, чтобы мы с вами разработали проекты, которые начали реализовывать, которые отвечали востребованности тех или иных, посредственно, сегменты экономики и отразделения. Отметим, когда-то вся история школы была начата с простой программы MBA, благодаря которой дан старт работе структурному подразделению, уже известной как бизнес-школа КФУ. Она имеет свой бюджет и отработанную систему управления. Продолжая встречу, ректор Казанского университета выразил надежду на скорейшее и успешное развитие высшей школы экономики КФУ и предположил направление вектора развития данного подразделения. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова